Хайр Лирте! С добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня пятница, 4 февраля. Уважаемые телезрители, сегодняшнюю нашу передачу мы начинаем с видеосюжета, посвященного 50-летию снятия блокады города-героя Ленинграда. 27 января исполнилось 50 лет прорыва и снятия 900-суточной блокады Ленинграда. 30 января у нас в Янауле состоялось честование ветеранов, участников прорыва и снятия блокады Ленинграда. Открыл торжество председатель Совета ветеранов войны и труда Михаил Александрович Чигвинцев. Были коммунисты, 90% были комсомольцы. Враг не сумел овладеть Ленинградом сходу. Перешел к длительной осаде. Блокада продолжалась 900 дней. В это время фашисты обрушили на Ленинград около 5 тысяч фугасных бомб, свыше 100 тысяч зажигательных бомб, выпустили 150 тысяч снарядов. Родина принимала все меры к укреплению обороны и оказанию помощи осознанному городу. От имени администрации города и района с приветственным словом к ветеранам, участникам обороны героического города и блокадникам обратилась заместитель главы администрации города и района Розина Тимирхановна Габдулхакова. Сегодня нам вдвойне приятно, а вам, наверное, еще больше, увидеть вас в таком прекрасном празднике. Это большой праздник, 50-летие Ленинградской битвы. И, конечно, сегодня среди нас, участников Ленинградской битвы, участников 2-какая мысли присутствует, Сегодня у нас в районе проживают где-то 32 участника Ленинградской битвы и участников блокады. Вы уже все знаете, согласно указу президента Российской Федерации, блокадники Ленинградцы все приравнены участникам войны. Как уже все знаете, с постановлением главы администрации мы сегодня вас решили сюда пригласить на этот праздник. Разрешите мне от имени администрации города и района, от имени городского совета народного депутата поздравить вас этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и самого всего наилучшего. Мы хотим вас видеть с ира такими бодрыми, здоровыми и надеемся в таком составе в третьих 50-летие Великой Победы. Затем слово взял военный комиссар района Анас Габдулинович Лукман. Мне бы хотелось вас, товарищи ветераны, поздравить. Пожелать вам, прежде всего, главное, крепкого здоровья. Крепкого здоровья. Будет здоровье, остальное, как говорят, на сегодняшнее время, мы их купим. Поэтому берегите свое здоровье и живите, наслаждайтесь настоящей жизнью. Еще бы мне хотелось бы сегодня пожелать, чтобы вы в будущем, в таком же составе, встретили 50-летие победы, великой победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Чтобы вы так же сидели все вместе и друг друга видели и подсказали, чтобы это было людям добро. Добрыми словами, песней приветствовала ветеранов заведующая отделом социальной защиты Клар Зиевна Гараева. И за вашу отбаку. Я от души, от имени всех везда я от нашего района, от себя лично, еще от дочерей, от сыновей участников войны, хочу вас поздравить живеньким праздником. Пожелаю вам всем крепкого здоровья, к тайгу вам всем прекрасной, счастливой старости. Космазы, я вам с первым и с первым и с первым сыном, урвовы с турдерусом, по урвовы с сырью родственной, по урвовы с герстным праздничным, с измени, кто-то, 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 я шагаю, я шагаю, могу ли, я шагаю, вы дырец, я ладусь, я шагаю, дорогие ветераны. Ветераны поделились воспоминаниями о трудных годинах войны. Слово было предоставлено многим участникам прорыва блокады. Среди них Ширгазин, Трефилова, Мулояров, Хабибуллин, Гарипов, Загирова. Враг не сумел овладеть Ленинградом сходу, перешел к длительной его осаде. Блокада продолжалась 900 дней. Родина принимала все меры к укреплению обороны и оказанию помощи осажденному городу. И в этом немалая заслуга участников войны из нашего города и района. В зале царила непринужденная, теплая обстановка. Не стареют душой ветераны, пели участники торжества, и это оказалось на самом деле так. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Злой, неукротимый ветер, В мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, Ночная стража стала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза, Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, Что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, Не поколеблет грохот канонады. И если завтра будут баррикады, Мы не покинем наших баррикад. Здравствуйте! Я обращаюсь к людям. Дорогие вы мои! Все ваши болезни от нежести вашей, От тепла, от вкусной пищи, от покоя. Пусть каждый покумекает, что ему важнее, Дело или малые радости. На все должна быть победа. Человек должен жить в победе. Если ее не получишь, Грош тебе цена в базарный день. Зачем лечиться, когда можно И должно болезнь в тело не пускать? Иванов. Парфирий Корнеевич Иванов – учитель, Так его называют в народе. Учитель заслужил на себе эти звания. Победитель природы, Учитель народа, Бог земли. Иванов сумел победить суровые качества природы. Холод, стужу, жару, Голод, жажду, Различные болезни. Согласно учению Иванова, правильные поступки – это не только регулярные закаливания в традиционном смысле. Живи с постоянным желанием сделать людям добро. И если сделал, никогда не вспоминай об этом и поспеши сделать еще. Все старайся делать только с радостью. «Самое главное – это люди», – писал Иванов, «самое главное – любить людей, сделай из врага друга. Идея учителя живет и развивается. Есть люди, которые начали пробовать на себе его метод закалки. Стали учиться жить в согласии с природой и самостоятельно избавляться от разных болезней. Есть последователи Иванова и в нашем городе. Они полны желания принести пользу всему народу. И ежедневно они просят здоровья всем людям. На днях ивановцы собрались в городе Нефтекамске на конференцию последователей учителя. В город Наками приехали последователи Иванова из различных городов, из различных республик. Это из Уфы, Октябрьского, Дюртюлей, Янаула, Агидели, Никола-Березовки, Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Ижевска, Свердловска, Сургута, Чайговска, Чернушки. Собрались они во Дворце культуры «Энергетик» города Нефтекамска. Встреча последователей Иванова традиционно началась с гимна жизни, которую учитель создал в 1979 году. Песня «Энергетик» В новой системе Иванова детка. Он обращался к людям с двенадцатью заповедями. Первая его заповедь. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь. В озере, речке, в ванной. Принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным. Перед купанием или после него, а если это возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на одну-две минуты, вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно попроси себе и всем людям здоровья. Не употребляй алкоголя и не кури. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы в восемнадцати-двадцати часов до воскресенья в двенадцати часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки. В двенадцать часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше, это праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Люби окружающую тебя природу, не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Здоровайся со всеми и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье? Здоровайся со всеми. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, страх. Верь людям и люби их. Освободи голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Мысль не отделяй от дела. Прочитал хорошо, но самое главное – делай. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен. Есть среди ивановцев и дети. С двух лет по-настоящему. А с одного года только с ножки до колен. Пропускаешь ли ты обливание хотя бы один день? Нет. Я прошу, я умоляю всех людей, становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе себе на благо. Чтобы тебе было легко. Желаю тебе счастья, здоровья хорошего. Порфирий Иванов. Янаульские последователи Иванова благодарят администрацию нефтегазодобывающего управления Краснохомскнефть за помощь и содействие в организации поездки на конференцию последователей Иванова в город Нефтекамск. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Авторы сюжета. Козырбаева Гульшат Галияновна, Карпов Игорь Юрьевич. Знаменательное было для местного телевидения 2 февраля. В этот день Янаульскому муниципальному телерадиовещанию в торжественной обстановке была обращена лицензия Министерства печати и массовой информации Республики Башхудстан, лицензия на осуществление теле- и радиовещания по Янаульскому району. До сих пор у нас было право только для пробных вещаний. На презентацию телевидения приехали гости. Заместитель генерального директора общества «Башинформсвязь», начальник республиканского телерадиопередающего центра Вячеслав Мигдамович Ахметов, заместитель редактора отдела межнациональных передач государственной телерадиовещательной компании «Башхудстан», знакомая многим по циклам передач о Янаульском районе Халиса Мазгутовна Мухаммадеева, наш земляк, заместитель главного редактора радио «Татарстана» Розин Ахонович Нурулен. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. Задумки об открытии нашего местного телевидения зародились уже с момента первых дней начала нашей работы. Вот в таком тесном контакте мы с вами уже третий год работаем. Как уже было сказано, исполняется скоро уже год, хотя она была открыта, но официально такого разрешения, как такого мы до сих пор не получали было. Поэтому вот сегодняшнее торжественное мероприятие по случаю открытия нашего местного Янаульского телевидения я считаю, для всех это радостное событие. Что такое телевидение, мы все хорошо знаем. Возможности телевидения радио мы очень хорошо понимаем и прекрасно представляем. Вот идея зародилась, значит, в местной администрации такова. То, что мы проводим в жизни, какую линию вырабатываем и совместно проводим его в жизни, далеко не всегда доходит, значит, до всех исключительно трудящих нашего района. Поэтому, ставя в углу вот такую главную задачу наших проводимых мероприятий, чтобы мы охватили все население нашего Янаульского района с интересом всех слоев населения, всей общественности, трудовых коллективов, предприятий, колхозов, совхозов, именно зародилась вот такая добрая мысль. Я сегодня особо хочу поблагодарить наших республиканских руководителей. Затем слово взял заместитель генерального директора акционерного общества «Башинформсвязь по телевидению» Вячеслав Микдамович Ахметов. Нашего телецентра, от имени всех связистов нашей республики, вот так немножко меня рита поведила, и нау всегда шел впереди в республике в телевизионных делах. Телевидение в Башкире начиналось не с ухы, оно начиналось с вашего города, начиналось с самого первого, с предраслятором мы построили здесь. Но если говорить о втором шаге, то муниципальное телевидение тоже у вас одно из первых. Там номер лицензии не первый, но вы по счету четвертый, кто начинает все это дело правильно, мы будем говорить, пиратским каким-то способом. Мне очень приятно видеть, что в такое непростое время руководство района, все промышленные предприятия района считают, что эту задачу нужной и необходимой. Вы знаете, как сегодня тяжело идут дела с государственным телевидением. Практически, наверное, каждую неделю какой-нибудь репортаж на тему того, что то ли часы там будут все прощать, то ли еще что-то с ним сделают. Очень приятно, что в это время город находят в себе силы и возможности заниматься этим делом. Долитие я желаю вашему телевидению, чтобы оно у вас было действительно вашим, я наульским, узнаваемым, чтобы вы каждый день радовались в виде своих знакомых и себя на экране, чтобы до телевидения у вас с каждым годом на пирал хорошие терпы, чтобы там число число песчанное росло. Ну, я думаю, у таких, да, прекрасных, да, все получится. Но в качестве подарка мы договорились, что в 94-х вот работаете бесплатно и в 95-х. Мы очень рады были приезду нашего земляка, заместителя главного редактора радио Татарстана Розина Ахоновича Нурулина. Розина Ахоновича Нурулина. Розина Ахоновича Нурулина. Розина Ахоновича Нурулина. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...